Данные первого квартала нынешнего года относительно уровня безработицы, к сожалению, порадовать не могут нищим. Здесь достаточно взглянуть непосредственно на цифры. В первом квартале этого года насчитывалось 58 900 безработных. Это на 19 800 человек больше, чем годом ранее, и на 4 100 человек больше, чем в третьем квартале прошлого года, когда безработица была самой высокой за весь год. Рост безработицы обусловлен несколькими факторами. Один из которых, например, это закрытие предприятий, которое вынуждено сокращать своих работников. Об этом довольно часто пишут местные СМИ. Между тем, на рост безработицы повлияла еще и активность среди тех, кто до этого работу не искал довольно долгое время. Прежде всего, на рост числа безработных повлияло то, что так называемые экономически не особо активные люди, как, например, пенсионеры, учащиеся или занимающиеся домашним хозяйством, или другие, кто не работает и не находится в активном поиске работы, как раз и стали проявлять ту самую активность. В четвертом квартале прошлого года таких людей было меньше. Если смотреть отдельно по сферам, то наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве, причем среди как наемных работников, так и занятых в целом. В секторе услуг за год сократилось число наемных работников, однако в общей занятости был отмечен небольшой рост. В секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства выросли как общая занятость, так и число наемных работников. Более того, согласно данным Кассы по безработице, количество зарегистрированных безработных в последнее время немного снижается. Рост числа безработных приостановился, начиная с весны. По последним данным, в Эстонии насчитывается 50 тысяч 400 безработных. Этот показатель все же больше, чем в прошлом году за тот же период, но сейчас он понемногу снижается. Количество рабочих вакансий сейчас стабилизируется и постепенно подходит к периоду до пандемии и до прибытия в нашу страну украинских беженцев. Что же касается дальнейшего развития событий, то по оценке Кассы по безработице в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит понемногу снижаться. Но к осени, когда показатель снова начнет расти, то в Эстонии вряд ли будет менее 50 тысяч безработных. А если учесть данные Международного валютного фонда, согласно которым экономика Эстонии является единственной на данный момент в Европе, где нет роста, то можно предположить, что, к сожалению, количество безработных будет только увеличиваться. Сергей Овченков, Лиза Тупец, Яна Каракач, Новости Таллина.